Сегодня в Подмосковье работают 60 фракций «Единой России», а это 895 депутатов. С начала года они провели более 80 тысяч мероприятий по разным направлениям. Работа была направлена на исполнение наказов жителей в рамках народной программы «Единой России». Сначала специальные военные операции члены фракции сосредоточились на двух ключевых задачах – поддержка людей и помощь бизнесу. Об этом в своем докладе рассказал Игорь Брынцалов. Нужно было сконцентрироваться на поддержке нашего президента, в первую очередь российской армии, разъяснение жителям задач, которые выполняет специальная военная операция, оказание гуманитарной помощи Донецкой Народной Республики, ЛНР, Луганской Народной Республики, беженцам с Донбассом. Игорь Брынцалов рассказал, что по инициативе партии «Единой России» приняты и реализуются меры поддержки бизнеса. Это и льготные займы, и программы кредитования, и региональные субсидии процентной ставки банковского кредита. Предоставление земельного участка в аренду за один рубль. Утвержден перечень приоритетных 27 отраслей экономики по импорту замещению. Уже сегодня активно реализуется порядка ста инновационных проектов. Отметили и самые активные в работе округа. Уже явно выражены лидеры опорной территории в нашей партийной работе. Щелковская фракция Щелкова, Сергеев Посаде, Котельниках, Лобни, Мытищах, Химках, Электростали, Пушкина, Лыткарина, Люберцах, Балашихе и Вреутово. Большое спасибо за эту работу, слаженную. Все вместе решаем одну задачу. Кроме того, в течение этого года депутатами было проведено более 6 тысяч мероприятий по контролю благоустройства территории, капитального ремонта соцобъектов, строительства, ремонта дорог, реализации программы социальной газификации. Одна из тем – заседание развития экономики в связи с введенными против России санкциями. Итоги исполнения основных показателей областного бюджета за январь-май 2022 года говорят об устойчивом развитии региона. Анастасия Спирина, Яков Глайзер, Новости Большого округа. ПОГЛАС ПЕСНЯ